здравствуйте в эфире актуальный микрофон сегодня у нас гостях наталья ивановна протасиня начальник отдела пенсионного обеспечения и сегодня мы будем говорить про пенсионную систему страны здравствуйте здравствуйте наталья ивановна вот несколькими словами характеризовать нашу систему начисление пенсии в беларуси стоит отметить что пенсионная система республики беларусь наследована от ссср и со времен распада союза мало изменилось в закон республики беларусь о пенсионном обеспечении вносилось много изменений это касалось и периодов включения в стаж трудовой деятельности исключение каких-то видов трудовой деятельности расчета заработной платы изменение пенсионного возраста изменение требования по продолжить по продолжительности страхового стажа но в принципе наша пенсионная система является распределительной то есть солидарной это значит что настоящим пенсионерам выплата пенсии производится и средств фонда социальной защиты в которой поступают взнос на государственное социальное страхование от работающих граждан но простыми словами можно сказать что мы работающие люди сегодня содержим наших пенсионеров один процент мы отчисляем и содержим своих пенсионеров вот виды трудовых в пенсии в беларуси и какие они сегодня да совершенно верно что процент идет от работающих граждан один процент взнос составляет но стоит сказать что размер пенсии зависит от имеющейся продолжительности трудового стажа а также величины заработной платы но тоже мы себе зарабатываем да 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 но я и еще к тому что заработная плата у нас то у всех разная кто-то отчисляет один процент допустим с 500 рублей а кто-то отчисляет заработные страховые взносы заработной платы в 4000 то есть разное участие можно сказать разное в процентном отношении да она одинаковая но в денежном эквиваленте получается участие разное виды трудовых пенсии которые настоящее время существуют согласно закону республики беларусь о пенсионном обеспечении это пенсия по возрасту получатели данного вида пенсии сама многочисленная пенсия по инвалидности пенсия по случаю потери кормильца пенсия за выслугу лет а также пенсия за особые засловия перед республикой беларусь этого за все государство берет на себя социальную нагрузку обеспечивает материальная подушка людям которые находятся на разных видах пенсии сегодня у нас минимальный размер пенсии какой и сколько надо человеку отработать чтобы все-таки получить эту пенсию на сегодня минимальный размер пенсии по возрасту на март 2023 года составляет 360 рублей 47 копеек этот размер и складывается из минимального размера пенсии по возрасту это составляет 25 процентов бюджета прожиточного минимума плюс еще идет доплата гарантированно по постановлению совета министров 20 процентов средней заработной платы значит для того чтобы получить минимальную пенсию мужчине необходимо выработать 25 лет стажа женщине 20 лет если человек своей жизни не проработал ни одного года и у него наступил пенсионный возраст государство поставить ему плечо он будет обеспечен какой-то минимальной выплатой значит с 1 января 2015 года указом президента от 8 декабря 2014 года изменился порядок назначения социальных пенсий то есть если ранее социальные пенсии назначались у нас по достижению мужчинам 60 лет а женщинам по достижению 55 лет в любом случае да в любом случае если человек не имеет права на трудовой пенсии ему назначалась социальная пенсия по возрасту это уже было который ну да в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста то на сегодняшний день право на социальную пенсию у таких граждан возникает у мужчин в 65 лет у женщин в 60 лет это при условии что они не получают не любого любой вид пенсии в республике беларусь и не получают пенсии в соответствии с нормами международного права пенсионный возраст до 23 года у нас была реформа этапно поднимался сегодня достигли мы какого возраста женщины и мужчины значит общеустановленный пенсионный возраст для мужчин в 2023 году составляет 63 года женщины уходит на пенсию на по возрасту на общих основаниях 58 лет человек достиг пенсионного возраста какой пакет документов нужно собрать сам ли это делает в принципе куда надо обращаться значит по достижению общеустановленного пенсионного возраста работающие граждане это определено законом республики беларусь и пенсионном обеспечении обращаются по месту работы чаще всего это отдел кадров специалисты дела кадров готовят документы заявление установленной формы представление готовит работодатель это копия трудовой книжки также все документы о трудовой деятельности учеба значит это диплом аттестат если мужчина служил проходил военную службу значит военный билет копия военного билета свидетельство о рождении детей для женщин для за счета времени ухода в стаж для подтверждения добрачной фамилии если на протяжении трудовой деятельности изменялись фамилии значит документы подтверждающие изменение фамилии это могут быть либо свидетельство о заключении брака справки отдела загс о смене фамилии подтверждение добрачной фамилии копии решения суда также для подтверждения 100 для подтверждения заработка представляются справки о заработной плате в 2023 году заработок определяется за последние 29 лет работы период работы вернее сведения о заработной плате за период работы до 1 января 2003 года подтверждается справками о заработной плате которая выдает работодатель где человек работал либо если предприятие реорганизовано либо ликвидировано выдает правоприемник либо архивное учреждение за период работы с 1 января 2003 года сведения о заработной плате запрашивается уже специалистом управления по труду занятости социальной защите из фонда социальной защиты населения так как у нас этого времени ведется персонифицированный учет на каждого работающего все сведения о периодах работы и заработной плате аккумулируются именно на его лицевом счете но пить и исчисляется выбирается определенный отрезок времени на усмотрение управления по труду специалистов или все-таки человек сам может выбрать где он больше всего зарабатывал ранее до 2014 года так и было из последних 30 лет работы выбирался лучший период 20 лет подряд то есть они могли быть либо с 84 там по какой-то определенный а сейчас с 2015 года тоже вот этим указом от 8 декабря 2014 года изменился порядок определения заработка берутся только последние годы для исчисления индивидуального коэффициента заработка то есть тогда был 21 год и начиная с 2016 года уже прибавляется по одному году к этому периоду в этом году заработок считается из 29 лет в следующем будет считаться из 30 последних лет работы но есть такие моменты когда у человека нету такой продолжительности трудового стажа значит за фактически имеющийся стаж то есть имеется у человека допустим 23 года только работы значит только из этих 23 лет работы будет определяться заработок елена ивановна что за новая программа 3 плюс 3 и как она будет работать с 1 октября 2022 года вступил в силу указ президента номер 367 добровольной накопительной пенсии значит какое новшество и отличие других программ страхования в данном случае здесь идет речь о софинансирование государства дополнительной пенсии для работающего тариф для работника составляет от 1 до 10 процентов заработной платы для работодателя от 1 до 3 соразмерно тому что выберет работник но если работник выбирает тариф допустим выплачивать 4 процента 5 процентов и далее до 10 включительно то работодатели обязаны оплачивать 3 процента не более в любом случае добровольное пенсионное страхование она сегодня работает и может быть есть статистика желающих у нас в районе достаточно желающих пожелающим не скажу но интересовалась вообще статистикой на сегодняшний день но на февраль нашла это около 17 тысяч поменялась норма о том где можно получать пенсию сегодня только банк или есть исключение данная норма еще действует в той редакции в которой она действовала значит выплата пенсии производится по желанию пенсионера либо в отделении связи либо через учреждение банка дали ванна можно сказать сколько у нас сегодня в районе получателей разных видов пенсии в нашем районе на сегодняшний день 39 тысяч 175 получателей различных видов пенсии сегодня работающий человек может просчитать свою пенсию в специальном мобильном приложении что это за приложение как она работает значит с 1 февраля этого года есть появилось приложение фонд социальной защиты населения она доступна для скачивания в данном приложении что мы можем узнать пенсию посчитать мы себе к сожалению не сможем данном приложении но узнать свой страховой стаж продолжительность страхового стажа обращаю внимание что продолжительность страхового стажа в данном приложении будет отражаться с 1 января 2003 года. Если у пользователя данного приложения есть страховой стаж до указанной даты, значит, это тоже будет учитываться при выходе на пенсию. Но данное приложение помогает определить для человека, сколько лет на сегодняшний день у него имеется страхового стажа. Но для меня, мое мнение, что это приложение, конечно, актуально, потому что с такими запросами к нам обращаются, особенно индивидуальные предприниматели для них. Хочется определить, сколько у них уже имеется страхового стажа. Может быть, они в будущем хотят себе еще что-то изменить, свою трудовую деятельность, поэтому интересуются этим. И это очень, как говорится, неплохой вид контроля со стороны работающего за работодателем, за добросовестностью работодателя. То есть производит ли работодатель за него отчисление взносов в фонд социальной защиты населения. То есть там можно увидеть и взносы, и заработную плату, с которой производится начисление. Надо свой учетный номер с этой зеленой страховой карточки. Да, но этот номер соответствует вот этому длинному номеру в паспорте. Поэтому при регистрации тоже и для входа в это приложение, конечно, надо знать этот номер. То есть пенсию знать нельзя по приложению? Нет, размер пенсии. Потому что изначально все говорили о том, что хочешь узнать свою пенсию, скачай приложение. Нет, здесь мы не определим здесь ни индивидуальный коэффициент заработка, потому что пенсия вообще рассчитывается, имеет значение два показателя. Продолжительность стажа и заработной платы. Заработная плата рассчитывается в этом году за 29 лет работы. В данном приложении отражается только страховой стаж. На который человек работает добросовестно платит налоги, я думаю, что сам может спокойно посчитать свой стаж. Да, но есть один нюанс. Если не обеспечивается уплата минимальной заработной платы, то стаж засчитывается не в календарном порядке, а с учетом поправочного коэффициента. Поэтому для людей, которые работают, может быть, на 0,25 ставки, на неполный рабочий день, здесь тоже могут быть нюансы, потому что стаж тогда не засчитывается в календарном порядке, если заработная плата низкая. Наталья Ивановна, спасибо большое, что нашли время, пришли в студию к нам. Я напомню, что сегодня гость нашей программы была Наталья Ивановна Протасиня, начальник отдела пенсионного обеспечения. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»